Студентка третьего курса ДВФУ Лилия Лунькова профессию себе выбрала совсем не девичью. Девушка будущий инженер нефтегазовик. Учится по профилю сооружения и ремонт объектов трубопроводного транспорта. Связать свою жизнь с нефтью решила еще в 10 классе, когда как одна из лучших учениц попала в Роснефть-класс. Сегодня у Лилии Луньковой вполне определенные планы на будущее. У студентки уже подписан контракт с компанией Роснефть. В каком из предприятий огромного холдинга будет трудиться, Лилия пока не знает. Но планирует остаться в родном Приморье. Сейчас я учусь по целевому договору здесь. И у меня контракт с дочерней компанией Роснефть на три года. Я буду должна три года у них отработать после окончания обучения. День Роснефти в Дальневосточном федеральном университете проходит уже четвертый год. Холдинг очень требовательно подходит к подбору кадров. Особенно, если речь идет о молодых специалистах. Но и перспективы перед будущими инженерами в Роснефти очень серьезные. Могу привести, наверное, самый яркий пример. Это строительство суперверфи завода «Звезда». Такого проекта строительства гражданской верфи никогда не было. Ни в Советском Союзе, ни в былое царское время. Потому что, к примеру, могу сказать, что создается большой камень от около 40 тысяч человек. То есть там сейчас строительство жилья будет в ближайшие годы построено еще на 7 тысяч семей. То есть фактически второй город будет построен. Причем он будет построен не просто, чтобы люди туда приехали, а чтобы они были обеспечены работой. Свои кадры Роснефть начинает готовить еще со школьной скамьи. Для этого в крае действуют Роснефть-классы. Они открыты в школе села Владимиро-Александровское партизанского муниципального района Большом Камни, в школе номер 19 Находкинского городского округа и в школе номер 9 города Находка. В этих классах к ребятам дополнительно приглашают вузовских педагогов, чтобы углубленно изучать точные науки, математику, физику, химию, информатику. А также вводят предметы, которых нет в школьной программе. Например, инженерную графику. Интерес компании к студентам Дальневосточного федерального университета продиктован тем, что у компании активно развивается бизнес на Дальнем Востоке. На сегодняшний день это два направления бизнеса. Прежде всего, основных, которые мы активно развиваем сейчас. Это судостроение и судоремонт. И это химические технологии, нефтепереработка и нефтехимия. Кроме этого, традиционно здесь у нас развиваются на территории Дальнего Востока разведка и добыча нефти. То есть, по большому счету, все сегменты бизнеса компании на территории Дальневосточного федерального округа присутствуют. Рабочие места, которые Роснефть готова предложить молодым специалистам на Дальнем Востоке, это в первую очередь судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне. Сегодня это новейшее технологическое производство. Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, морской терминал в находке – вот лишь небольшой список предприятий, который может быть интересен молодым инженерам. На сегодняшний день и со стороны Роснефти, и со стороны университета очень многое вкладывается для того, чтобы развивался этот кластер. Роснефть со своей стороны вкладывает дополнительные средства в развитие – материальные базы, лабораторные базы, приборные базы Дальнего Востока федерального университета. А мы, так сказать, теперь уже целенаправленно занялись подготовкой специалистов для данного предприятия. Судостроители, технологи, исследователи в компании «Роснефть» необходимы все профессии инженерного цикла. Сегодня, когда на Дальнем Востоке сосредоточено множество значимых государственных проектов, молодые специалисты начинают играть для предприятий особую роль. Ведь за ними будущее не только нашего региона, но и всей страны. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.